Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект представляют Александр Островский Беспреданница Действие происходит в 70-х годах 19 века В большом городе Бряхимове на Волге Городской бульвар на высоком берегу Волги С площадкой перед Кофейной Направо вход в Кофейную, налево деревья В глубине низкая чугунная решетка За ней вид на Волгу, на большое пространство Леса, села и прочее На площадке встал Ист Улья Никого народу-то нет на бульваре По праздникам всегда так По старине живем от поздней обедни Все к пирогу до кощам А потом после хлебосоли Семь часов отдых Лучше семь Частька три-четыре Хорошее-то заведение А вот около вечеринь проснутся Попьют чайку до третьей тоски Да тоски А в чем тосковать-то? Посиди за самоваром поплотнее Поглотай часа два кипятку Так узнаешь После шестого пота Она первой от тоска подступает Расстанутся с чаем И выползут на бульвар Раздышаться Да разгуляться Теперь чистая публика гуляет Вон Мокий Пармёныч Кнуров Проминает себя Он каждое утро бульвар-то меряет Взад и вперед точно по обещанию Для чего он так себя утруждает? Для мациону А мацион для чего? Для аппетиту А аппетит нужен ему для обеда Какие обеды-то у него? Разве без мациону Такой обед съешь? Отчего это он все молчит? Молчит Чудак ты! Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал Коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? Есть человек два-три в городе С ними он разговаривает А больше не с кем Ну он и молчит Он и живет здесь не подолгу А от этого, а от самого Да и не жил бы, кабы ни дела А разговаривать он ездит В Москву, в Петербург Да за границу Там ему просторнее А вот Василий Данилович из-под горы идет Вот тоже богатый человек А разговаривает А, Василий Данилович еще молод Молодушеством занимается Еще мало себя понимает А в лета войдет Такой же идол будет Мокий Парменыч, честь имею кланяться А, Василий Данилович Откуда? С пристани Встречали кого-нибудь? Встречал, да не встретил Я вчера от Сергея Сергеевича Паратова телеграмму получил Я у него пароход покупаю Не ласточку ли, Василий Данилович? Да, ласточку А что? Резво бегает Сильный пароход Да вот обманул Сергей Сергеевич Не приехал Вы их с самолетом ждали А они, может, на своем приедут На ласточке Василий Данилович, да вон еще пароход бежит сверху Мало ли их по Волге бегают Это Сергей Сергеевич едут Ха, ты думаешь? Да похоже, что они с Кожухи-то на ласточке больно приметны Разберешь ты кожухи за семь верст За десять разобрать можно с Да и ходка идет Сейчас видно, что с хозяином А далеко? Из-за острова вышел Так и выстилает Так и выстилает Ты говоришь, выстилает? Выстилает Здрасть Шибче самолет обежит Так и меряет Они едут-с Так ты скажи, как приставать станут Слушаюсь Чай из пушки выпалят Беспременно Из какой пушки? У них тут свои баржи серед Волги на якоре Знаю Так на барже пушка есть Когда Сергея Сергеевича встречают или провожают Так всегда палят Вон И коляска за ними едет-с Извозчицкая Черкова-с Видно, дали знать Черкова, что приедут Сам хозяин Черков на козлах Это за ними Да почем ты знаешь, что за ними? Четыре и находца в ряд Помилуйте За ними Да кого же Черков такую четверню сберет? Ведь это ужас и смотреть Как ли вы Все четыре на трензелях А сбруят, а сбруят За ними И цыган с Черковым на козлах сидит В парадном казакине Ремнем перетянут Так что того, гляди, переломится Это за ними Некому больше на такой четверке ездить Анис Шиком живет, Паратов Уж чего другого, а Шику довольна Дешево пароход-то покупаете? Дешево, Мокий Парменыч Да, разумеется А то что же за расчет покупать? Зачем он продает? Знать, выгоды не находит Конечно, где ж ему? Не барское-то дело Вот вы выгоду найдете Особенно, коли дешево-то купите Нам, кстати У нас на низу грузу много Не деньги ли понадобились? Он ведь матоват И его дело Деньги у нас готовы Да С деньгами можно дела делать Можно Хорошо там у Василия Данилович У кого денег-то много Дурно ли дело? Вы сами, Мокий Парменыч Это лучше всякого знаете Знаю, Василий Данилович, знаю Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменыч? Что вы? Утром-то? Я еще не завтракал Ничего-с Мне один англичанин Он директор на фабрике Говорил, что от насморка Хорошо шампанское натощак пить А я вчера простудился немного Каким образом? Такое тепло стоит Да все им же и простудился-то Холодно очень подали Нет, что хорошего Люди посмотрят, скажут Ни свет, ни заря шампанское пьют А чтоб люди чего дурного не сказали Так мы станем чай пить Ну, чай, другое дело Гаврила Дай-ка нам Чайку моего Понимаешь? Моего Слушаюсь Разве особенный, как вы пьете? Да все тоже шампанское Только в чайнике он разольет И стаканы с блюдечками подаст Остроумно Ну, ждать всему научит, Мокий Парменыч Едете в Париж-то на выставку? Вот куплю пароход Да отправлю его вниз за грузом И поеду И я на днях Уж меня ждут Пожалуйте-с Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит Как замуж? Что вы? За кого? За Карандышева Что за вздор такой? Вот фантазия Ну, что такое Карандышев? Не пара ведь он и Василий Данилович Какая уж пара Да что ж делать-то? Где взять женихов-то? Ведь она бесприданница Бесприданница-то и находит женихов хороших Не то время Прежде женихов-то много было Так и на бесприданец хватало А теперь женихов-то в самый обрез Сколько приданных, столько и женихов лишних нет Бесприданницам-то и не достает Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева Кабы лучше были? Бойкая женщина Она должна быть не русская Отчего? Уж очень проворно Как это она оплошала А Гудалова все-таки фамилия порядочная Ну да И вдруг за какого-то Карандышева Да с ее-то ловкостью Всегда полон дом холостых Ездить так не все ездят Потому что весело очень Барышня хорошенькая Играет на разных инструментах Поет Обращение свободное Оно и тянет Ну а жениться-то надо подумавши Ведь выдала же она двух Выдать-то выдала Да надо их спросить сладко ли им жить-то Старший увез какой-то горец Кавказский князек Вот по тех-то была Как увидал Затрясся Заплакал даже Так две недели и стоял подлинею Закинжал держался Да глазами сверкал Чтоб не подходил никто Женился и уехал Да говорят Не довез до Кавказа-то Зарезал на дороге от ревности Другая тоже За какого-то иностранца вышла А он после оказался Совсем не иностранец А шулер А Гудалова разочла не глупо Состояние небольшое Давать приданное не ищего Так она живет открыто Всех принимает Любит и сама пожить весело А средства у нее так невелики Что даже и на такую жизнь не достает Где же она берет? Женихи платятся Как кому понравилось дочка Так и раскошеливайся